Возле железнодорожного вокзала «Запорожье-2» прошли учения. Была дана водная. Диверсионная группа подожгла цистерну, в которой находилось 80 тысяч литров бензина. Эту цистерну специально выделили для учений. Условно, ёмкость прострелили террористы. Произошло вытекание горючего с возгоранием. Для начала необходимо отцепить вагон от состава, чтобы минимизировать последствия чрезвычайного происшествия. По сценарию движения железнодорожного транспорта в районе вокзала было ограничено. Далее на место оперативно выехали спасатели. От ГСЧС задействовано 8 единиц техники и 45 человек личного состава. Главное – не допустить взрыва. При ликвидации пожара важна каждая секунда. С начала места возгорания спасатели в теплоотражающих костюмах охлаждают водой и готовят к тушению пеной. Затем на бронзбойд устанавливаются специальные насадки и начинается непосредственно борьба с пламенем. Для этого используется механическая пена. Далее рабочие газодымозащитные службы в спецкостюмах закрепляют область пробития бандажом. На этом все. Угроза устранена. Спасатели дают оценку проделанной работе. С поставленной задачей подраздели справились. Суттєвых никаких зауважений не было. То есть свою задачу выполнили на добре. Норматив не существует, потому что пожежа – это непрогнозованный, неконтрольованный процесс и условия могут быть очень разные. До такого развития, в принципе, в данном, согласно условиями, мы готовы. Станислав Печурин, Антон Рудак, Эдгар Копытов, ТВ5 Станислав Печурин, Антон Рудак, Эдгар Копытов, ТВ5